Золото и две бронзы. Таковы успехи марийских спортсменов в борьбе на поясах и борьбе карэш на всероссийских турнирах в Пермском крае и Татарстане. Этот незаслуженно забытый на время вид спорта сейчас переживает второе рождение. О сегодняшнем дне и перспективах марийских борцов в нашем следующем сюжете. Борьба на поясах – один из самых древних видов спорта. Первые упоминания о ней датируются пятым тысячелетием до нашей эры. Ареал этого боевого искусства огромен. Прародителями по праву считаются тюркские народы, а от них борьбу на поясах переняли и европейцы. Причина такой широкой распространенности лежит на поверхности. В древности одним из важных элементов конной атаки было умение выбрасывать противника из седла, ухватив его за пояс. Этот элемент боевой подготовки воинов многих армий от востока до запада тщательно отрабатывался на тренировках, ведь от него зависела жизнь. Затем борьба трансформировалась в праздничные состязания. В нашей стране этот обычай сохранился главным образом у татары-башкир. Так дело дошло и до создания специализированной федерации по этому виду спорта. А раз так, то появились и различные соревнования. Что примечательно, в них участвуют не только мужчины. Воспитанница спортивной школы по борьбе на поясах Рудья Габдулина стала победительницей всероссийского турнира, который проходил в Пермском крае. Несмотря на совсем еще юный возраст, ей удалось преодолеть волнение и показать на ковре грамотную и очень качественную борьбу. Как итог, первое место и звание победительницы турнира. Были эти волнения, потому что не знаешь, кто как борется. Тут хоть в республике ты представляешь, кто какой силой, у кого какая сила, а там ты не знаешь, кто как может бороться, кто сколько занимается, у кого какая техника. До сих пор я не могу поверить, что скоро дадут звание кандидата мастера спорта и до сих пор не верится. Я собираюсь заниматься долго этим видом спорта. Мне это нравится, это моя жизнь. Секреты мастерства передаются из поколения в поколение. Но когда рядом с тобой на ковре работают призеры не только российских, но и международных турниров, то остается только брать пример и учиться. Ведь каждый известный спортсмен – это всегда немного тренер. Поэтому с командным духом у борцов все в порядке. Когда я вижу молодых ребят, когда мы ездим вместе на соревнования, я даже больше радуюсь, чем они. Потому что мы свое, что мы знаем, передаем им. И получается так, что твои ученики выигрывают, занимают призовые места. Это больше приятно, когда даже сам что-то выигрываешь. Борьба – простой и понятный вид спорта. В нем есть строгие правила, а большие турниры собирают многотысячные аудитории. Так что воспитанников в детской спортивной школе хватает. Эти ребята, они с такой любовью, они буквально не отстают. Завтра будет тренировка, послезавтра будет тренировка. Вот эти вот малыши, Даша, вот так вот. Суббота, воскресенье, каждый день тренируемся. Просят. Гордость любой школы – ее выпускники. Пять мастеров спорта, около 20 кандидатов – мастера. Отличный результат менее чем за 10 лет работы. Впереди у борцов сразу несколько крупных стартов всероссийского уровня. Из каждого из них наши атлеты собираются привести награды.